В общем, протесты в Грузии. Да, да, согласен с вами, да. Да, значит, прошел, там, значит, второй раз пытаются партия «Грузинская мечта» и Бензина Иванишвили протащить закон об иностранных агентах, российский закон. Вот, ну, поскольку в Грузии существует все-таки какое-то гражданское общество, то люди выходят активно на улицы, там довольно много людей, кстати, вышло на улицу Дериси, там были стычки с полицией, много дней это все дело продолжается, в общем, есть такая опасность, что это дело перерастет в общие протесты по стране, может быть, даже какую-то форму гражданской войны, вот, потому что у них через пять месяцев выборы, и поэтому принятие такого закона имеет прямое значение для политической жизни через пять месяцев во время выборов. Вот, ну, Путин ведет войска, если в Грузии начнется что-нибудь более серьезное? Я думаю, что нет, войска все заняты на фронте, российское руководство не готово к войне на два фронта. Сейчас, несмотря на то, что количество вооружений, которое производит российский ВПК, все-таки увеличивается, и действительно склады заполняются довольно бодро, тем не менее проблема в людях. Боясь, опять-таки, даже не проблем с количеством людей, которые можно набрать в процессе мобилизации, скорее боясь обнажить те проблемы, которые якобы были устранены со стороны Министерства обороны в процессе прошлого этапа мобилизации. Боятся опять столкнуться с этими проблемами, более того, боятся обнажить новые проблемы. Понятно, что в нынешней ситуации, в том плане, как считает российская власть, они контролируют ситуацию в стране, это довольно-таки безопасно, но, тем не менее, пытаются не создавать дополнительных факторов для даже теоретической нестабильности. Поэтому, скорее всего, никаких проблем со стороны России в плане военного вторжения для Грузии пока нет. Есть другая опасность, есть опасность прямого влияния нынешнего российского руководства. Мы с вами, вы правильно абсолютно, Сергей, затронули тему в принятии подобного закона в Грузии. Сергей, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, почему, зачем вообще в Грузии такой закон? Что даст, какие преимущества даст нынешней грузинской власти этот закон? И зачем, почему именно сейчас, почему, для чего накал в этой ситуации в конце апреля, в начале мая? Ну, мне кажется, что там две вещи могут работать. Во-первых, они все-таки готовятся заранее к этим правительственным парламентским выборам, которые пройдут осенью и таким образом подготавливают возможность для того, чтобы запирать оппозицию и убирать несогласных с партией Иванишвили, с одной стороны. А с другой стороны, у Иванишвили ведь очень интересная политика, потому что он делает вид, что он собирается вместе с Грузией входить в Европейский Союз. Грузия признана кандидатом в Европейский Союз, и принятие такого закона на самом деле затормозит это движение. То есть Иванишвили, по-моему, играет очень хитрую игру. Он делает вид, что он типа проевропейский, он никакой не пропутинский, он никакой не пророссийский, но принимает такой закон, который закроет это движение. Нет? Да, Иванишвили превращается постепенно во второго Януковича, который делал реверансы Европе, когда Европа пошла навстречу Украине. В 2013 году, когда в 2014 году, накануне аннексии Крыма и начала Донбасса. Да, все привело это к революции достоинства в Украине, и Грузия находится примерно в такой же ситуации. Сейчас ситуацию в Грузии провоцирует нынешнее российское руководство, имеет непосредственное влияние на руководство Грузии, требует выполнения определенных обязательств, которые есть. Да и вообще на сегодняшний день руководство Грузии курируемо из Москвы. Нельзя сказать, что тотально, но тем не менее. Тем не менее, ни о каком вхождении в Евросоюз при нынешнем руководстве Грузии и речи быть не может. Понятно, что все движется в обратном направлении. Откат не просто тотальный, а самое что ни на есть масштабный, и абсолютно гарантировано отсутствие вероятности, даже теоретическое вхождение в Евросоюз при нынешнем грузинском руководстве. Да, они, по-моему, и даже, по-моему, в последнее время перестали делать вид, что они куда-то в какую-то Европу идут. Нет, вид-то делают, потому что там идет какой-то процесс, там идут переговоры, но это только вид. Вид, да. Также хочу сказать, что сильно от нынешнего президента Грузии Зоробишвили, которая играет роль, ну, такого якобы стабилизирующего фактора, тоже особо ничего не зависит. Человек в основном декларирует какие-то ценности, но не является сторонником. Я скажу, что Грузия, конечно, постепенно-постепенно скатывается куда-то в совсем не том направлении, в котором могла бы развиваться свободная страна. Как по-вашему, Сергей? Ну, я с вами согласен, хотя, в принципе, я считаю, что все-таки в Грузии общество и оппозиция не убиты так, как убиты в России. Конечно, конечно. И, откровенно говоря, у меня сложилось такое впечатление, что для грузинской оппозиции это, может быть, хороший момент, именно потому, что Путин занят Украиной, и у него нет возможности послать прямо войска и открывать Второй фронт в Грузии. Может быть, это, наоборот, хороший момент для того, чтобы сделать революцию? Может быть, и хороший момент, но нынешнее российское руководство видит ситуацию по-своему. Они считают, что как раз противостояние спровоцированной протесты и в силах руководства Грузии задушить эти протесты, тем самым сделав оппозицию в Грузии маргиналами, тем самым создав платформу. Это их мнение, опять-таки, я не говорю, что это мнение, которое я разделяю ни в коем случае. Я говорю о том, что нынешнее российское руководство именно в этом плане провоцирует Грузин к тому, чтобы было противостояние, чтобы это противостояние было задушено, потому что считают, что сейчас оптимальный момент для этого и выйти к предстоящим выборам, значит, условно говоря, позиции силы, силы, которая подавила протесты, которая навела порядок в стране жесткой и строгой рукой и которая, значит, поведет страну к светлому будущему в союзе с Россией в ближайшее время. Ну, будем наблюдать, конечно, да, потому что, так сказать, значит, график такой примерно 17 мая должно состояться по плану утверждения в третьем чтении этого закона, потом Соломезу Рубешвили может наложить президентское вето и потом парламент должен преодолевать президентское вето и у мечты Грузии. Вот, видите, по Фрейду, мечта России, да. Мечта Грузии – это мечта России. Вот, у них, в принципе, есть возможность преодолеть это президентское вето в парламенте, и тогда этот закон будет утвержден, и даже президенту не надо будет его подписывать, потому что его может, по-моему, подписать даже председатель парламента. Вот, ну, будем наблюдать, потому что пока что все не закончилось, и вообще-то, ну, вот на этой неделе, конечно, там были стычки довольно серьезные, там каждую ночь практически, а каждый вечер вокруг парламента. Вот, будем смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok